здравствуйте друзья у нас вопрос вечерний интересует ваше мнение о перспективах обама кир спрашивает человек заканчивается подписка на 2017 год цены опять взлетели думаю что делать будучи контрактором за страховку плачу сам минимальная ничего не покрывающая версия чтоб штраф не платить но в этом году прям рука не поднимается каждый месяц платить 500 долларов чтобы бездельники и нелегалы имели полное покрытие а я с семьей имел дедакта был 14000 и бешеный копеймент как думаете вы ведут республиканцы эту социалистическую заразу на американской земле вот такой вопрос ну давайте я двинусь и домой и будем беседовать ну давайте я во первых строках нашего ответа объясню что произошло дело в том что обама кир как бы система мер по изменению медицинского страхования обама кир содержал такое положение которое сомнительное было в своей законности дошло до до верховного суда и большинством в один голос признали законным значит что там за положение такое они сказали люди которые не покупают страховку будут платить штраф я честно говоря не предполагал что такая большая сумма вот я слышал там типа 600 долларов в год люди платят но может быть молодые я не знаю я не знаю с чем связана вот такая сумма но я слышала гораздо меньше но мы не будем ставить под сомнение если человек говорит значит так и то есть грубо говоря так если ты страховку не купил ты платишь штраф а страховаться должны все таким образом это позволяет ну с точки зрения автора письма это позволяет содержать бесплатно бездельников там и нелегальных эмигрантов я бы я бы так не сказал почему потому что люди на в элфере люди пожилые тех кто на социальной медицине и в частности вот скажем нелегальные эмигранты которые могут обратиться там куда-то и так далее это все было и до обама кера то есть не то чтобы вот ввели обама кер и теперь стали лучше покрывать нелегалов там и бездельников вот именно эти категории абсолютно прекрасно себя чувствовали и до и после так то есть их положение абсолютно не изменилось изменилось положение других людей я могу сказать что например вот я будучи в возрастном плане чеком постарше могу сказать что за счет того что стали брать деньги с молодых страховка стала дешевле людям постарше и когда ты постарше у тебя меньше денег на самом деле вы представьте себе уже человек не может там на полную выкладываться и у него там расходы там на скажем на образование детей в колледже и так далее и вы же сами сегодня молодые платят там не знаю какую-то сумму вы тем самым создаете себе более дешевую страховку в будущем но еще раз конституционный как бы вопрос состоял в том можно ли заставить кого-то что-то покупать юридически вот ты обязан что-то купить разве чекам можно заставить купить но вот они значит там посовещались и вот верховный суд решил что большинство оба один голос что можно что это все легитимно поэтому если мы напрямую отвечаем на вопрос который был задан значит прекратится ли вот это конкретное положение обама кера то безусловно она прекратится то есть речь шла о том чтобы одним из первых там дел чуть ли не в первый день они хотели я слышал такой план был не знаю как он реализуется или нет но план был такой что идет с утречка процедуры инаугурации президента а после нее собирается специальная значит сессия там конгресса на которой отменяется обама керр вот так хотели сделать поэтому вот эта фишка крайне непопулярная среди республиканцев вне всякого сомнения должна уйти разница между позицией республиканцы республиканцы нас учить рампа по поводу обама кера изменилась только в том плане со времен до выборов и после выборов что до выборов речь шла о том чтобы полностью все это похоронить и чтобы его не было духу а потом произошло изменение в том смысле что там есть две популярные фишечки которые надо оставить можно было бы оставить вот одна популярная фишечка что молодые люди могут быть застрахованы на планах своих родителей до 26 лет а раньше по-моему до 21 года можно было или до 24 если они фултайм студенты и живут с родителями так далее вот и вторая фишечка была в том что страховые компании не могут отказывать людям по состоянию здоровья в страховом полисе по моему вот об этом речь шла но если мы отвечаем на вопрос вот просто в лоб да то да безусловно эта штука будет отменена еще но ничего но вот в январе там допустим то есть обещают вот так значит это первое второе чтобы я хотел здесь сказать насчет республиканцев и социализма там и так далее дело в том что когда вот этот самый обама керк когда его принимали то больше всего ликовали не коммунисты коммунисты говорили что это позор но левые да левые либералы говорили что это позорище что должна быть система государственного страховать так называемый public option пусть то есть человек может выбрать это быстро страховка от государства и все вот как в канаде или там не знаю как они в канаде но вот вот можно вот так сделать государственное страхование чтобы это не было часто и они были недовольны этой реформы а довольны были как раз страховые компании радовались страховые компании вроде бы их сейчас заставляют брать тех кого они раньше не брали на индивидуальные планы и так далее хотя при этом не нет ограничения в цене то есть цену они могут брать такую как они считают нужно брать чтобы не не быть минус вот или там даже наоборот прибыль иметь но речь идет о том что 15 процентов населения страны не было застраховано каждый ну грубо говоря шестой там да вот не застрахован поэтому страховые компании потирали руки сейчас у нас как рванет сейчас всех перестрахуем вот так что это все в интересах довольно серьезных денежных мешков это никак не связано с социализмом который против людей я очень люблю высказывания роберта киосаки который говорит что разница между республиканцами и демократами состоит в том что значит демократы надо повысить налоги и все потратить а республиканцы говорят налоги нет не трогать надо одолжить а потом все потратить вот вот вся разница давайте но все равно ты заплатишь или или сзади тебя положат или это ты будешь стоять в такой позиции или другой тебя пойми понимаете поэтому не то чтобы республиканцы там как-то против социализму нет абсолютно им плевать на социализм они набивают большие денежные мешки это как бы их так сказать основная позиция что предлагают республиканцы с точки зрения медицины медицинского страхования они говорят что надо иметь планы с большим дедактум дедактум вот и тогда стоимость страховки будет существенно меньше что правда что правда значит я могу привести пример вот мы со светланой нам тоже цену подняли в этом году так всем существенно подняли и вы подумали что надо что-то с этим делать и вот нам подняли на сколько нам сказали 3 3 400 такого типа 3 400 значит и мы взяли план у нас не было там дедактумов никаких мы взяли план с дедактумом там две с половиной тысячи и она стоит не 3 400 2 200 значит 1200 долларов умножить там на сколько там 12 месяцев то есть мы имеем там четырнадцать тысяч экономии а дедактум был ну хорошо так у меня там две с половиной тысячи и у света две с половиной тысячи на мужчин десяти что мы экономим она она так дешевле так вот это в принципе и есть идея республиканцев они как бери дедактум побольше значит твой наниматель может давать тебе деньги в этот дедактабл хелл сэвингс план это называется вот и вместо чтобы покупать тебе страховку да тебе наработатель дает туда денежку он может тебе это дедактабл покрыть а может там даже и по моему больше чем дедактабл тебе давать туда вот списывая это с как расход со своих налогов соответственно вы с этих денег не платите налог если у вас такой план с высоким дедактабл вот как то вот так но как вам сказать я живу здесь вот 26 лет из них но может быть там 24 я страхуюсь вот в той системе страхования медицинского которые есть где-то от работы где-то сам где-то сам напрямую где-то сам через компанию который наша компания и я хочу сказать такую вещь что стоимость медицинских услуг в соединенных штатах с девяносто третьего года когда избрали клинтона билла клинтона который у него был мандат на то чтобы сделать реформу здравоохранения но я не сделал так вот в этот момент общий расход по стране на медицину был 250 миллиардов долларов в год а сейчас два с половиной триллиона понимаете в 10 раз повысились цены население стоимость повысилась население у нас 10 раз не выросло если вы поговорите с врачами они вам скажут 20 лет назад 10 лет назад я работал меньше получал больше то есть это деньги некоторые врачам попали значит пациенты платят намного больше денег то есть в 10 раз больше денег за 20 лет врачам платят меньше вопрос деньги где поэтому это это не деньги которые идут на на вэлфер на социализм там и на что-то такое вэлфер и социализм вот этот вот на бедных людей это такие копейки смешные что говорить не о чем а вот настоящее серьезное такое бабло она оседает в очень известных местах вот поэтому и и именно этим людям трамп ничего не сделает он ничего им не сделает он не может посягнуть на их прибыль поэтому вы вы совершенно напрасно как бы обвиняете обама керр в том что это способ содержать на там бесплатной медицине как бы не работающих или там вплоть до того что нелегальных там мигрантов это все поддерживается абсолютно любой партии вот нет нет такой партии в сша мы имеем ввиду обе и демократы и республиканцы никто из них никогда не отменял не медикер то есть республиканцы категорически возражали против медикера в 66 году когда линдон джонсон все это дело протаскивал бы это было героическим совершенно усилием сложными сложными махинациями протащили медикер но с тех пор его никто не смеет тронуть то же самое белка тот же самый линдон джонсон примерно в это же самое время вот сделает самый белка никто не может тронуть вовтор понимаете никто не посягает на волка ну то есть есть какие-то предложения вот на наших глазах это произошло когда сказали ну нужно ограничить время пребывания на вэлфере или если ты получаешь вэлфер ты должен хотя бы там какое-то время отрабатывать на общественных работах какая-то реформа вэлфера там было да тоже республиканцы пытались превратить это в менее социалистическое такое предприятие разлагающее но никто не посягает на волку никто особо не посягает там на оборону хотят есть там попытки как-то но вот поэтому что с либералами что с консерваторами значит бабки получат те кто должен получить бабки это те же самые люди абсолютно те же самые люди мои мои глубокое убеждение я не вижу каким образом страховые компании вдруг на что я не вижу бы них акции снижались ведь тут не вижу вот поэтому то есть не никто не думает о том чтобы что у них там сейчас прибыли упадут и так далее поэтому да а вот эта фишечка такая сомнительная как бы фишечка она отменится безусловно то есть нельзя человека заставить что-то такое покупать вот а все это вместе существует ровно в том смысле в каком ни у демократов ни у республиканцев нет четкого ответа на вопрос как должно происходить медицинское обслуживание потому что стоимость удваивается каждые 6-7 лет вот есть статистика каждые 6-7 лет страна начинает платить больше вдвое вот если мы сегодня платим значит 2,5 триллиона через 6-7 лет это будет 5 триллионов еще 6-7 лет это будет 10 триллионов мало того половину страховых полисов страны платит государство это пенсионеры то есть медикер это бедные welfare это там медикейд медикал это государственные служащие четверть населения страны госслужащие федеральный уровень 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 штата уровень там муниципалитетов и так далее вот это все оплачивает государство значит у нас и так дефицит дефицит бюджета то значит поэтому обама он хотя бы попытался что-то сделать может быть попытка его не было скажем так исключительно удачный мягко говоря но он хотя бы попытался а у этих даже и попыток никаких нет они будут одалживать и одалживать и одалживать вот эти реформы трампа в целом которые там до инфраструктура значит там надо поднимать оборонку на хочет денег потратить значит налоги он хочет понизить милый а а бюджет как же но у деньги где взять значит опять будут заимствования если обама резко увеличил бюджет бюджет госдолг условиях кризиса когда ну действительно торчали так этот увеличит госдолг не хуже обамы но в условиях когда в общем-то кризиса нет а так вот ну да опять набьют карманы кто-то под то что мы все потом когда-нибудь должны будем за это рассчитывать нам нам всем в долги запишут вот вот собственно и все поэтому я бы как бы при всем беспокойстве насчет медицины я бы меньше всего искал виноватых среди тех кто там на вэлфере медикере или там нелегальных иммигрантов вот хотя это тоже безобразие то что нелегалы идут вот это абсолютно безобразие слов нет вот но это не то почему все происходит и это не то из-за чего в обама керри ввели вот эту вот фишечку а для того чтобы застрахованы были люди не только те которые болеют а но и те которые здоровые тоже это как бы фундаментальный принцип страхования то есть страхуется большой пул людей вот а вот это вот селекция негативная да когда здоровых не мы не страхуем это 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 плохо для страхования поэтому как бы идея была неплохая но они не понимали как сделать по себе не придумали как сделать это хорошо а придумали вот так ну как придумали в общем это все отменяется мы еще поговорим о здравоохранении у нас много впереди всяких событий я надеюсь потому что одно дело отменить обама керр а другое дело заменить его чем-то давайте нет и пустоты что мне может оставаться поэтому вот очень и очень очень интересно что дальше будет мы посмотрим счастливо а